Мы уже рассказывали в своих выпусках, как развивается Канаш. Город железнодорожников делает ставку на финансирование по федеральной программе поддержки моногородов. Ближайшие годы станут для жителей Канаша прорывными. Уже целый ряд проектов реализуется. Это у нас строительство индустриального парка, очистных сооружений и объездной дороги Аниш. В этом году дорога будет сдана до 24 июня. Все остальные объекты 31 декабря этого года будут сданы. Большое внимание мы энергоэффективности уделяем. Сегодня в городе реализуется энергосервисный контракт. Мы полностью заменили уличное освещение на энергоэффективность светодиодной светильники. Меняем 2100 светильников. Это делается для того, чтобы, во-первых, и безопасность дорожного движения у нас улучшилась, и пешеходов было видно. Но в первую очередь, конечно, для экономии бюджетных денежных средств. Третий момент, который заслуживает внимания – это экология. Так как газоразрядные лампы требуют определенной утилизации, здесь светодиодные светильники. Эти вещи мы обходим. Также большая работа, конечно, ведется по вовлечению населения города в плане инициативного бюджетирования. На этот год мы планируем 5 объектов. В городе начинаем строительство садика на 240 мест в микрорайоне Восточной улицы Репина. Вплотную в городе займутся строительством двух моноблочных котельных, которые решат вопрос обеспечения отоплением жителей одного из микрорайонов. В числе первоочередных задач – нормальное бесперебойное водоснабжение. Субтитры создавал DimaTorzok